В Туркменистане объявлен детский конкурс рисунков. Компании Туркменистана приглашены на первую международную выставку-ярмарку детских товаров. Туркменские фильмы удостоены специальных наград Международного кинофестиваля и другие новости. В Туркменистане под эгидой благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Горбангулыберда Мухамедова объявлен конкурс рисунков для детей до 14 лет. Мероприятие приурочено к празднованию 300-летия поэты и мыслители Махтум Кулифраги. Конкурс пройдет в два этапа. Торжественная церемония награждения победителей с вручением призов состоится 1 июня. Компания ТуркменЭкспо объявила о проведении первой в Туркменистане международной выставки-ярмарки товаров и услуг для детей. Мероприятие состоится с 19 по 22 августа в выставочном центре Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Организаторы приглашают туркменские компании и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере детского обслуживания и товаров, принять участие в выставке. KidsExpo станет новой платформой для представления инновационных детских продуктов и услуг, расширяя возможности местного рынка. В Измире завершился международный кинофестиваль «Туран», организованный совместно Турксой и Министерством культуры и туризма Турции. Сразу две картины из Туркменистана были удостоены специальными наградами и дипломами. Организаторы кинофестиваля также вручили награду творческому объединению «Туркменфильм» имени Огусхана за вклад в культуру тюркских народов. Всего в рамках конкурсной программы кинофестиваля были представлены 1055 фильмов из 77 стран. Посол Республики Индия в Туркменистане Мадхумита Хазарика Бахагат провела встречу с членами туркменской молодежной делегации, посетившей Индию в марте текущего года. 20 талантливых молодых специалистов из различных сфер деятельности в течение 10 дней посещали индийские города, университеты и культурные достопримечательности, погружающиеся в самобытную атмосферу страны. В рамках платформы «Индия. Центральная Азия» мы организовали программу по обмену молодежными делегациями, и Туркменистан впервые принял в ней участие. Эта программа проводится ежегодно, и в следующем году ожидается повторный визит туркменской делегации, поскольку молодежь – будущее наших стран, отметила посол Индии. В честь 300-летия со дня рождения Махтум Кулифраги при содействии посольства Туркменистана в Киргизской республике был издан сборник избранных произведений великого туркменского поэта и мыслителя на киргизском языке. Сборник включает 66 стихотворений классика туркменской литературы. Эксперты компании «Байтбэк» обвиняют 10 крупнейших производителей продуктов питания в беззастенчивом манипулировании детьми с помощью красочной упаковки, украшенной изображениями популярных мультгероев. По мнению экспертов, красочная реклама с любимыми персонажами – это не просто маркетинговый ход, а хищная манипуляция, приучающая детей к нездоровому питанию с малых лет. В поле зрения экспертов попали продукты крупнейших продовольственных гигантов – Kinder Surprise, M&M's, Oreo, Milka, Mars, Pepsi и другие. Австралийские фермеры вырастили устрицу, вес которой превышает 3 кг. Это почти вдвое больше предыдущего рекорда. Моллюск по имени Джилл был привезен из Тасмании в 2015 году, когда он был размером со спичечную головку. Фермер Берни Коннелл, владелец устричной фермы, уже получил награду за самую большую устрицу в истории страны и теперь намерен зафиксировать свое достижение в книге рекордов Гиннеса. Футболисты Central Coast Mariners стали последними обладателями Кубка АФК. В финальном поединке они одолели ливанский а-ля хет благодаря голу на 84-й минуте. Финальный розыгрыш Кубка АФК знаменовал конец эпохи для этого турнира. Осенью его сменит новая трехуровневая система – Элитная лига чемпионов АФК, Лига чемпионов АФК-2 и Лига вызова АФК. Игроки мадридского Реала досрочно стали победителями чемпионата Испании по футболу за 4 тура до финиша. Решающим фактором стало поражение Барселоны в выездном матче против Жироны, которая лишила каталонцев шансов обойти Реал в турнирной таблице. Реал выиграл чемпионат Испании в 36-й раз. Команда является рекордсменом по этому показателю. В текущем сезоне Реал продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. Команда вышла в одну-вторую финала, где ей противостоит Бавария. В первом матче, прошедшем в Мюнхене, соперники сыграли в ничью. Ответная игра пройдет в Мадриде 8 мая. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Субтитры подогнал «Симон»!